Курс, посвященный работе с нормализацией здоровья, и это будет у нас базовый курс, который позволяет работать с нормализацией состояния своего организма, не имея какого-то высокого уровня, каких-то глубоких наработанных навыков, курс, который позволяет начинающим работать с данной темой. В рамках данного курса мы с вами будем работать с нормализацией своего организма по уровням, по системам чакр, что нам позволит нормализовывать, балансировать состояние своего организма по различным частотным уровням. И эта работа, она в принципе чем-то похожая, адекватна той работе, которая используется в восточной медицине, где с организмом работают через, например, систему меридианов, позволяющую балансировать энергетику организма, балансировать приток или плюс-минус в тех или иных органах. То есть это какая-то рефлексотерапия, иглоукалывание, какие-то системы, скажем, суджок, работающие также с проекциями внутренних органов. Здесь мы будем работать с нашим организмом через чакры. И мы с вами выясним дальше, что чакры представляют собой также проекции нашего организма, проекции определенных систем органов нашего тела. И работая с этими структурами, мы можем выравнивать свой организм, мы можем влиять на определенные системы органов нашего тела и их балансировать, приводить их в состояние порядка, гармонии. Сейчас мы рассмотрим учебную презентацию, в которую я вам подгрузил некоторые материалы. Также ознакомимся с презентацией воздействия, в которой мы будем работать. Сегодня мы с вами начинаем работать с первым уровнем Сватхистана чакры. Сватхистана чакры. На этом уровне, на Сватхистанной чакре, у нас базируется мочеполовая система и гормональная система, с которыми мы можем взаимодействовать, работая с Сватхистанной чакрой. Сами по себе чакры представляют собой некие проекции, с одной стороны, и с другой являются некими стыковочными узлами, стыкующие организм человека с системой. Сама структура чакры, с которой мы будем с вами работать, находится на поверхности энергетического кокона человека. То есть, это ориентировочно расстояние вытянутых рук. Сама эта структура представляет собой некий шар, как бы некую такую сферу, причем эта сфера, она многомерная. Это некая многомерная проекция, и она не является как бы трехмерной просто сферой, а это некая проекция, простирающаяся в многомерном пространстве, и с ней можно работать как с некой сферой. Сами чакры, чакрамы будут находиться на поверхности нашего кокона энергетического, напротив, как бы проекции чакр на тело, которые можно видеть на различных схемах, где показано изображение чакр. И такой объект, чакра, что с санскритом переводится чакрам, круг, некий замкнутый круг, будет представлять собой определенную проекцию систем органов нашего организма. И если мы рассмотрим организм человека с точки зрения восточной медицины, то мы увидим, опять же, большое количество проекций. Мы, скажем, берем мочку уха и смотрим схемы проекции. Оказывается, что мочка уха соответствует таким-то органам, здесь, скажем, вот эта ушная раковина таким-то органам и так далее. То есть, каждая часть ушного раковина будет соответствовать каким-то изнутренним органам. Берем руку и также имеется схема проекции. Например, в суджоке каждому пальцу, каждой части будет соответствовать тот или иной орган. Мы, воздействуя на ту или иную часть пальца определенного, можем оказывать воздействие на какой-то внутренний орган. То же самое со ступнями. Отсюда имеются какие-то массажеры такие для ступней. Когда мы ступню массажируем и таким образом, как бы, весь организм стимулируется. Опять же, говорится, пятка это такая-то проекция, большой палец такой-то орган и так далее. Таким образом, наш организм, он представляет собой набор проекций. То есть, в какие-то части тела у нас проецированы остальные части тела. У нас в мозгу также имеются определенные проекции нашего организма, нашего тела. Управляющие зоны, взаимодействуя с которым наш мозг может управлять нашим организмом. Также мы говорим о том, что сами пальцы, они привязаны к чакрам. Мизинец будет у нас проекцией свадхистана-муладхара чакры. Вот этот безымянный палец, это у нас будет манипура чакра. Сватхистана и манипура, как бы энергетика нашего организма. Вот этот палец, который все любят показывать, это у нас будет анахата вишудха. И это диапазон, где находится душа человека. То есть, как бы пробуют жестом достать душу человека. Соответственно, вот этот палец, когда делают вот так вот в школе учитель, например. Это аджна, чакра, связанная с вниманием. То есть, таким образом манипуляция внимания. И большой палец, связь с ахасрара чакрой, связь с эгрегорами. То есть, пальцы, на пальце также как бы у нас проецируются чакры. Например. И воздействуя на тот или иной палец, если мы на нем сосредоточимся, то у нас будет активизироваться та или иная чакра. Тот или иной частотный диапазон. Ну и дальше, например, мудры какие-то. Мы взяли большой палец у нас с ахасрара чакра, указательный палец аджна. И мы с ахасрару замкнули на аджна чакру. Сделали вот такую мудру. То есть, энергия аджна чакры начинает увеличиваться. И отсюда различные мудры. Когда мы разные пальцы замыкаем, мы чакры как бы разные замыкаем. На самом деле, таким образом манипулируем своей энергетикой. Здесь, в рамках этого курса, мы с вами с чакрами работаем. Так вот, чакры представляют также некую проекцию. Система проекции нашего организма. То есть, чакр мы выделяем семь. Основных, главных чакр, с которыми мы работаем. Помимо этих основных, есть еще какие-то другие второстепенные чакры. Какая-нибудь там Брахмарандра. На руках чакры, на коленях, на ногах. Мы их не рассматриваем. Значит, чакры представляют собой проекции нашего организма, нашего тела. Причем, чакр мы выделяем семь. То есть, это семь проекций в семичастотных диапазонах. Соответственно, каждая чакра, это представительство нашего организма в определенном частотном диапазоне. Скажем, свадхистана чакра, это уровень мочеполовой системы. Мочеполовая система и работа гормональной системы, эфирное тело. Манипура чакра, это пищеварительная система. Главное, энергоустановка нашего организма, пищеварение. Анахата чакра, сердечно-сосудистая система. И я рассматриваю проекции по организму, по функциям тела. Вишутха чакра, здесь у нас будет работать щитовидка, железа, да, и какие-то гормональные железы. Здесь будут задействованы регулирование организма, да, через вот эту систему регуляции. Аджна чакра, это органы восприятия, органы чувств. То есть это зрение, слух, как бы обоняние, вкус, да, тактильное, будут завязаны, как бы, на аджна чакру. И аджна чакра будет представлять собой проекцию органов чувств нашего организма. И сахасрара чакра, как бы, работа головного мозга, да, центральная нервная система. Будет на сахасрару проекцироваться работа этой системы организма. Чем они отличаются? Мулаткара чакра, мы не сказали, это физическое тело, как бы, да, то есть это будут ткани, кости, жидкости, какие-то, кровь, сама по себе, как структура, как вещество, будет соответствовать частотам улаткара. Чем они отличаются? Вот эти системы, они отличаются скоростью работы. Самые медленные, низкочастотные системы будут внизу, да, то есть ткани, например, мышцы, кровь и так далее. Причем в нижней частоте, мы каждую чакру можем рассмотреть как некий спектр частот, да. Скажем, в мулаткаре самые низкочастотные объекты будут кости, зубы, эмаль, зубов. Они будут находиться в каком-то буро-красном диапазоне. Дальше какие-то мышцы, ткани будут более такой средняя частота. Самые высокочастотные будут кровь и лимфа, да, жидкости какие-то. Будет уже как бы немного ближе к оранжевому диапазону, да, такие светло-красный диапазон. Далее у нас идут следующие системы, которые работают в диапазоне следующем. Мочеполовая система, да, будет быстрее работы частоты, скорости работы вот этого ткани каких-нибудь, да, мышц крови по частотам. Но будет медленнее, чем пищеварение по скорости, да, и будет, опять же, находиться вот в этом частотном диапазоне от красно-оранжевого до оранжи-желтого. Система органов, которая работает с вот этой интенсивностью, с этими скоростями. И, соответственно, эти системы органов, они будут формировать проекцию в виде чакры, в виде вот этого чакрама, который представляет собой, помимо того, что это проекция, это еще и некий стыковочный узел человека с системой. И об этом мы еще немного дальше проговорим с вами про вот эту функцию чакры. То есть сейчас мы выяснили с вами, что чакра представляет собой некую проекцию определенных систем нашего организма. И с этой проекцией мы можем работать. Каким образом, дальше мы тоже немного разберем. Далее мы рассмотрим с вами устройство свадхистана чакры. Здесь у данной чакры имеется определенная особенность. Имеется различие, как бы, строения свадхистана чакры и, соответственно, строения организма. И у мужчины и женщины, соответственно, строение свадхистана чакры будет отличаться. Почему? Потому что свадхистана это проекция тела. Формируется системами органов, да. У мужчин и у женщин эти системы органов будут отличаться. Соответственно, свадхистаны у них будут работать немного по-разному. И мы с вами вкратце сейчас строение рассмотрим. Значит, первой особенностью свадхистана чакры является то, что она состоит из двух полюсов на самом деле. То есть у нас есть полюс плюс и полюс минус свадхистана чакры. Плюсовой полюс у мужчин будет находиться в зоне промежности и соответствовать яичкам, которые будут являться генераторами энергии. Яички представляют собой достаточно сложную многомерную структуру. Внутри они имеют такую сложную, как бы не сетчатую, но сложную пространственную структуру, которая генерирует энергию, которая энергию улавливает. Ян, энергию системы и организм мужчины через яички постоянно получает подпитку энергетическую. Здесь постоянно идет приток энергии ян. И соответственно, у мужчины будет более активен вот этот полюс плюсовой, который будет находиться в области промежности. Там, где находятся яички. И свадхистана чакра у мужчины будет активно больше в этом месте, как бы ниже. Минусом свадхистана чакры у мужчины будет являться половой член, который будет представлять собой минус, к которому энергия идет. Энергия у нас идет от плюс к минусу. Соответственно, плюс является яички, где формируется сперма. А минус, как бы система сброса, представляет собой половой орган. При этом, как бы минуса здесь будет два, вдаваясь немножко в подробности. Один первый будет минус на уровне лапка, а второй минус, более сильный минус, такой минус-минус, будет находиться на головке. И, соответственно, получается система сброса энергии, да. То есть она от плюса идет, как бы, к лапку и потом разгоняется от начала полового члена к головке. И происходит скидывание энергии. У женщин строение немного другое. Здесь плюсом будет являться матка, которая расположена повыше, да, чем яички, чем промежность. Матка будет являться плюсовым органом, а минусом в женском организме будут являться яичники, которые будут этот минус, этот инь, продуцировать, и его улавливать, и накапливать в своем организме. Если в мужской организме он накапливает я, энергию накапливает плюс, и у мужчины эта энергия, этот плюс, он все время накапливается и дальше пребывает в неком избытке, и мужчине нужно этот избыток куда-то скинуть. И тут есть два механизма скидывания этого плюса. Немного еще об этом поговорим. То у женщины плюсы не накапливаются. У женщины нет системы накопления энергии. У нее есть как бы система накопления минуса, то есть инь полюса, как бы тяги вот этой энергии. И этот минус, он, этот инь, который накапливается в организме женщины, он формирует так называемый луч захвата. Формируемый маткой. Это некая структура энергетическая, некий энергетический луч, который исходит из матки. Как бы в норму он должен идти вот так вот горизонтально полу. Этот луч, он позволяет ухватить мужчину избыток ями. Если женский организм, вот половая система женщины работает гармонично и находится в состоянии здоровья, Если в матке нету каких-то отклонений, каких-то бугорков, каких-то искажений, каких-то травм, то у женщины формируется нормальный луч, вот этот луч захвата, который формируется маткой. Этот луч позволяет женщине захватить мужчину. Захватить, да. То есть, имеется в виду, что этот луч, он начинает мужчину удерживать. Сам этот луч представляет собой некий энергетический луч инь, инь энергии, как бы некий засос. Да, такой пылесос, который тянет. И женщина, у которой вот этот луч захвата работает гармонично, она может этим лучом удерживать мужчину. То есть, такой как бы пылесос. Вот мы пылесос, как бы насадку к руке потянули, да, и она как бы тащит, как бы удерживает, да, руку или предмет какой-то. Здесь получается, у мужчины есть этот избыток янь потока, и этот янь, он улавливается как раз лучом захвата женщины. И тогда мужчина будет вокруг женщины удерживаться. Здесь у женщины могут быть некие проблемы, сложности, связанные с этим лучом захвата. Когда имеются какие-то повреждения в матке, когда имеются дисбалансы. И про дисбалансы мы немного еще поговорим. И тогда этот луч, он будет разбалансирован и смотреть вот так. Он будет рассеянный, или он будет вниз смотреть куда-то к шахтерам. Женщина будет цеплять все время каких-то шахтеров, да, непонятных. И тогда, если этот луч расфокусирован, то у женщины будут проблемы с личной жизнью. Потому что мужчины не будут улавливаться. Они не будут в ней женщину чувствовать. То есть необходимо тогда нормализовывать данный луч захвата. Нормализовывать работу матки, половой системы женщины. Вводить ее в норму, в нормальное состояние. Гармонизировать, нормализовывать. Вводить в состояние баланса. Тогда женщина начинает продуцировать плотный луч захвата, который мужчина может удерживать. Далее на интенсивность формирования, вот и на плотность этого луча влияет интенсивность личной жизни. То есть если, половой жизни скажем. Если женщина живет активно половой жизнью, то у нее матка прокачивается активно. И луч захвата будет сильный и плотный. Тогда, соответственно, эту женщину будут воспринимать другие окружающие мужчины как женщину. И будут ее чувствовать, воспринимать как женщину. И как-то реагировать, не знаю, соответственно, увиваться за ней. То есть эта активная половая жизнь улучшает параметры этого луча захвата. Дальше мы говорили, что организм женщины, он не может накапливать янь. Он его не продуцирует. И для этого женщине нужен мужчина, который будет являться спонсором или донором. В чем-то одно и то же, наверное, да. Будет являться поставщиком яньской энергии. Соответственно, дальше происходит некий баланс. Организм женщины продуцирует луч захват, который удерживает мужчины. И мужчина снабжает женщину вот этой яньской энергией, которая балансирует состояние ее организма. У мужчины же энергия янь, она накапливается постоянно. И дальше возникает проблема переизбытка. Энергия копится-копится, и она должна сбрасываться. Потому что у мужчины в норме нет механизма сброса. То есть, если у женщины нет механизма накопления, что пришло, то ушло, что упало, то пропало. То у мужчины нет обычно нормального механизма сброса. То есть, эти механизмы сброса имеются. Их несколько, но в норме вот эта энергия, она все время накапливается. И дальше она должна куда-то скинуться. То есть, нормальный вариант, если она скидывается в систему женщины во время полового акта, то тогда оба организма балансируются. Если они находятся в гармонии, и эти два организма комплементарны. Они как бы гармонично друг с другом сочетаются. И такая половая связь как бы не травмирует.